Журнал Форс опубликовал список самых богатых музыкантов по итогам уходящего года. И на первом месте группа Rolling Stones, у них 88 миллионов долларов. На втором месте популярный рэпер Джей Зи, у него 83 лема. Дальше идёт Мадонна, у неё 72 миллионов. Четвёртую позицию занимает группа Bon Jovi, у них 67 миллионов долларов. Ну а пятую позицию занимает видолага Элтон Джон, у неё всего 52 миллиона долларов. Ну а дальше там Бритни Спирт, Пузикет Долг, 50 Сайм, там по 20 миллионов, всё. Сучьи копейки, что на них можно делать? Как они на них живут, мы не понимаем, да? Может быть там Жигули только можно купить? Искалёк. Ну, без имени резины, так сказать. Я очень долго думал на тему, а не заняться ли нам тоже музыкой. Потому что музыка не просто интересное развлечение, от этого становится весело, от этого творчества, а это ещё и хороший заработок. И я предлагаю вас в надежде бросить всё и заняться музыкой самым рок-звёздами. Потому что рок-звёзды зарабатывают больше всех. В общем, пока Бритни нас фантазируют, я вам расскажу о том, что у нас в городе Липецке есть замечательная рок-группа Алчера. Сейчас мы вам о них расскажем. В общем, группа Алчера, поставьте перед собой стель, попасть в форум, ставьте самыми крутыми, по-моему, на английском. А когда зайдите супер-мега-популярными, то дайте нам с надеждой немножко денег. Просто так. Само мало? Да. 10 миллионов долларов? Всего? Ну двоих? Ну двоих. 11. Чуть-чуть. Ну, Садёк, мальчик, но мы будем за вас болеть и смотреть все ваши концерты. Да, мы купим семена, обои могусты выращивать, ну вот так. И дарите вам цветы ещё на концерты? Да. Выводите. Смешение нескольких музыкальных стилей, эмо-кора-метал-кора-альтернативы, наличие собственного биджея в группе. Всё это выделяет команду Альчера из основного потока музыкантов Липецк. Рокеров объединила бесконечная мечта. Именно так переводится название группы, взятая из австралийской мифологии. Альтернативный рок-мечтателям не наполнен радостью. Песня королевы мёртвых, лучший враг и даже свой вариант к треку фильма «Реквинт по мечте» не развлекает слушателей, а загружает по полной. Я найду в каждом тексте частичку себя и пойму, что «А, вот это вот я, у меня тоже самое». Если ещё особенно взять то, что у нас основная тема в текстах в последнее время – это тема любви. Там, любви просто, любви без ответа и тому подобное. У «Бесконечной мечты» бесконечная смена вокалистов. Сейчас заливать своё творчество в микрофон доверили Владимиру Панику Кендрин, в прошлом заядлому рэперу. Теперь он считает, что хип-хоп – это позёрство и к тому же однообразное творчество. Исполняя альтернативу, можно выплеснуть свои эмоции с большей отдачей. К тому же тяжёлая музыка заряжает особой энергетикой, позволяет быть на сцене настоящей, поговорит музыкант. Здесь главное – это музыка. Главное мы делаем качественно, пытаемся делать качественную, красивую музыку, которая была бы приятна нашим слушателям и которая могла бы что-то внести как положительное в чью-то жизнь и окрасить в какой-нибудь другой цвет. В петле «Хальчера» звучит мужской и женский вокал. В альтернативе это не назовёшь дуэтом, они не дополняют друг друга, а скорее привносят в песню каждый свой смысл. И то, что мы привыкли называть ором и визгом, для самих риталистов – это чёткие музыкальные термины. Так девушка помимо чистого вокала ещё и скримит. Скрим в переводе с английского «крик», а на другом пицце лежит ответственность за речи «тасис» и «гроулинг». «Гроулинг» тоже в переводе означает «рек». Это немножко разные вещи, чем «крик». Они отличаются, в общем, довольно-таки симпатично получается окрасочкой. Творчество группы началось со Старого Оскола, а наибольшую популярность приобрело в Воронеже. Там для них всегда открыт клуб «Выход». 2009 год для группы полон радостных ожиданий. 1 января должен появиться собственный сайт «Алчара.ру». Планируется выступление в городе Орёл. А также ребята мечтают выписать свой дебютный альбом и снять первый клип, где они будут и режиссёрами, и актёрами. Ещё музыканты хотят побольше выступать в Липецке. Так что на Новый год они загадают, что в нашем городе появилось хотя бы ещё несколько рок-площадок. Вот и подошёл к концу очередной выпуск программы «16.30» на великолепном телеканале.